Здравствуйте, Зайф. О, привет. У нас ноль эмоций. В наших семинарах вы не найдете эмоций. Где грибы? Где они? Где грибы? Хе-хе-хей! Ребята, четверо детей! На самом деле смартфоны виноваты. Я планирую умереть на сцене или по дороге на нее, или с нее. Тебя в комментариях называют инфобизнесменом или инфо-цыганом. Когда меня нет, они могут меня даже бить. Подожди, напомни, как я знаю. Кто узнает этот город, напишите в комментариях. Субтитры сделал DimaTorzok Киев. Прямо сейчас. Тут в таком интересном коллокинговом пространстве, креативном. Снимаем. Что же мы снимаем? Федериев влог мы снимаем. Моя карьера публичных выступлений началась с провала. Года 4 или 5 мне было. Я в книге «Камасутра для оратора» описываю этот опыт. И этот провал, он печатался в мою память. Я стоял на табуретке и просто забыл стихотворение, которое мы с мамой заучили. Забыл от волнения. На меня смотрели люди. Это было так нестандартно. Я стал учиться. Я стал учиться, выступать чаще. У меня появилось все больше площадок для выступлений. Ну а школа, каждый урок это немножко публичное выступление. Сто процентов, да. Там люди говорят, Радислав, а вы не боитесь вас? Какой рекорд? Я говорю, у меня было 28 тысяч человек в зале на моем выступлении. Не на моем исключительно. Это был большой форум. Я говорю, а вы не боитесь выступать? Я говорю, ребята, я в школе с детьми работал. Чего я должен бояться? Стадиона 28 тысяч человек. Это очень хороший урок. В какой момент и почему произошел клик в сторону лидерства? Кстати, произошло случайно. Я был на одном мероприятии большом, где мне предложили провести тренинг. Я сказал, я выбрал тему, там, оратор. Мне говорят, слушай, Радислав, из этих людей большинство были на этой теме у тебя. Дай нам что-нибудь другое. Такой тренерский фестиваль. Что другое? Ну и, короче, за ночь я склеил тему харизма лидера. Почему? Я заметил, хороший лидер всегда хороший оратор. Я открыл ноутбук и набрал харизма. И мне вывалилось несколько тысяч ресурсов. Харизма – это мистическое, это божий дар, говорит о деятельности не ресурсы. Другие говорят, да нет, харизма – это просто определенный психотип такой. Психологический портрет, если хочешь создать, то есть такой эффект рождается. Имиджмейкеры говорят, да ладно, хорош, мы ему сейчас составим портрет, спокуха. Это там определенный есть алгоритм. Вот мы этот алгоритм, мы создадим в глазах людей образ, который будет сиять харизматическим светом. И четвертая категория говорит, да это просто такая, что ли, такой стиль лидерства, такая манера управлять людьми, что они в эту игру включаются. Я подумал, что «Роза ветров» неправильная, потому что этот конфликт, этот спор, он ложен в своей основе, потому что невозможно. Знаешь, человек понимает в том, что он понимает и всегда все объясняет через это. Ты спросишь человека, там математикам скажут, все в мире математика. А спросишь химикам, все химия. Да, все чувства это химия. У меня есть любимая про это пословица, что поэт и патологоанатом ножевое ранение видят по-разному. Позавчера тренинг в Киеве «Аншлаг». Книги уже, по-моему, лет 8. В целом в книге все достаточно хорошо структурировано, оно под разными углами и так далее, и так далее. Но при этом люди, как завороженные, приходят, им вот этот вот энергетический импульс важен. Почему так? Почему им недостаточно просто прочитать эту книгу или точно так же, как ты, зайти в Google, поискать по слову «харизма лидер» или «лидерская харизма» или «харизма лидера», получить там информацию, поработать продуктивно дома 3 часа и спокойно идти что-то внедрять? — Хороший, кстати, вопрос. Я бы его сам себе задал, если у меня была возможность. Если говорить о книге, то кто-то из хороших авторов сказал, что если тебе не стыдно за свою книгу, значит, ты опоздал с ее изданием. Я книгу выпустил, сейчас ее читаю. Мне не то чтобы стыдно, но я понимаю, что время меняется, шаблоны меняются, и нужно уже по-другому говорить. На эту же тему нужно говорить по-другому. Сегодня эта книга, да, окей, она осталась в истории, переписывать я ее не буду, но в тренинге у меня есть возможность постоянно совершенствовать. Это первое. Второе. Можно прочитать книгу, можно загуглить, но непосредственный контакт с носителем идеи имеет энергетическую составляющую, которая не передает ни книга, ни видео, ни что другое. И мне кажется, это принципиально важная вещь. Давай не будем забывать о ритуалике. Важная вещь. Люди утром просыпаются, надевают, они думают, что они надевают. Там будет 500 или 700 человек людей в зале. Нужно побриться, надушиться, прийти, значит, немного волнуясь, что вот мы, кажется, опаздываем, подойти на регистрацию, получить свой бэдж участника, пакет со всякими штуками. Там другие люди. Здрасте, здрасте. О, привет, ты тоже здесь. Да, войти в зал, сесть на стул. В зале играет музыка, значит, сцена как-то оформлена, да, какие-то экраны горят, какие-то что-то происходит. Это событие, это ивент, это событие. Послушать видос, там, посмотреть, послушать подкаст, это не событие. Эмоция – обязательная составляющая тех ивентов, которые я делаю, и лучшие из моих коллег. Если эмоции… Меня за это иногда упрекают. Радислав, много эмоций. Ребята, эмоции, я не комик. Мои эмоции, которые я качаю вам, дают вам… Это ваш ноут, это ваш как ремайндер, да, это вам напоминалка. Эти эмоции зафиксируются в вашей памяти и увяжутся напрочь с той информацией, которую вы получили, сделав ее долгоживущей, в идеале, вечно живущей. Какая пропорция между эмоцией и знанием сейчас? Слушай, а попробуй как делить эмоцию от знаний. Ведь я, когда получаю знания, например, читаю сухой текст, и если автор мне заходит, да, и книга заходит, я испытываю эмоции постоянно. Даже если там нет шуток, каких-нибудь кейсов, каких-нибудь стори-теллинга, там просто, ну, как бы информация. Ну, это информация ОПА, да, и я испытал эмоции. А я слушаю Райкви Моцарта, да, оркестр играет. Это чистая эмоция, там нет текста. Но мне вдруг приходят мысли. То есть пошел контент сам собой. Информация, эмоция увязаны до неразличимости. Хорошо. Нет границы. Сколько листов у вас эмоций в тренинге, сколько информации? Хорошо. Илью говорит, у нас ноль эмоций. В наших семинарах вы не найдете эмоций. У нас 100% информации. Ребята, вы лукавите, вы не знаете, как это работает. 100% практический контент. Потому что сейчас только практики, да, только... Я знаю, что есть такая, знаешь, мнимый запрос рынка. Нам не надо вот эти все шоу, нам надо, чтобы был ценный контент. Читай книги. Ну, просто читай книги и все. Это там 100%. Причем сокращение... Рубрика книжный червь. Ссылка в описании. Причем читать только смарт-ридинг. Читать только сокращенные книги. Ну, вообще, чтобы оттуда все истории, иллюстрации, все убрать. 30 минут возьми, не ешь в ресторанах, купи тюбик сбалансированного питания для космонавтов. Утром вместо того, чтобы яичинка, кашка, то-се, ты просыпаешься, чистишь зубки, выдавливаешь тюбик еды. Ты получил сбалансированные калории, там все, углеводы, белки. Пошел на работу. Зачем эти все вот эти вот тебе вещи? То есть ты имеешь в виду, что это просто естественная потребность человека? Конечно. Чтобы рациональная информация была завернута в эмоциональную оболочку. Андрей, нет другой жизни, кроме эмоциональной. Наше тело – это неизбежный транспорт по стимулированию нервной системы. То есть если можно было бы избежать, у меня такая фантазия была, даже посещала, что где-то в будущем человек будет избавлен от тела, он будет считать, как виртуальная единица, потому что тело, оно, ну, абуза, оно очень много ограничивает возможности. И он будет испытывать чистые эмоции от стимулов, поступающих непосредственно в мозг или в его, как бы, цифровой мозг. И ему не будет нужды в теле, которое нужно там мыть, одевать, водить, лечить и прочее. Это просто, ну, как бы, неизбежный такой фильтр. Он еще и отсеивает часть эмоций, неадекватно реагирует. Тело может гневаться в то время, когда тебе хочется радоваться, ну и так далее. Он еще и реагирует неадекватно. Поэтому, по сути, нет другой жизни, кроме эмоциональной. Почему сейчас люди хотят стадион предпринимателей, а 10 лет назад этого не было? Ну, потому что это общемировая, ну, мы подтягиваемся под общемировые стандарты. То есть ты считаешь, что это не взрыв, а это просто начало происходить то, что в мире происходит давно и на принципиально другом уровне? Ну, 15-20 лет назад и в Украине, и в России, значит, календарь концертов. Deepish Mod, Led Zeppelin, Deep Purple, Ozzy Osbourne, там, не знаю, Elton John. Такое, это на год. И все такие, фига себе, сколько звезд приезжает. Это, значит, календарь Antwerpen на за две недели примерно. Календарь Antwerpen на за две недели. С ивентами тоже самое. С ивентами тоже самое. Хорошо. То же самое. Мне кажется, у меня есть, по моим наблюдениям, что на самом деле смартфоны виноваты. Потому что чем больше человек проводит в этой концентрации скрин тайм один на один, тем больше у него от этой эмоциональной потребности выйти из этого индивидуального и получить какой-то реальный жизненный опыт. Потому что чем больше у тебя цифрового, тем больше у тебя хочется... Чем больше он тянется к оффлайну. Конечно. Потому что чем больше, как с мегаполисами, чем больше человек в такой цивилизации... Хочется на природу. Хочется на природу. То же самое оффлайн, онлайн. Он хочет выйти к живым людям. Почему коворкинги развиваются? Потому что реально человек нероботичен, и ему сложно быть фрилансером, просто дома сидеть, открыть ноутбук в полной кромешной тишине. То есть социальное взаимодействие, поиск экспириенсов, впечатлений и так далее, я думаю, что это как амплитуда в обратную сторону цифрового. Никогда онлайн-образование не вытеснит оффлайн. Никогда в жизни... Ну это будет одно сплошное телевидение. Ни театр, ни кино, ни газет. Этого не произойдет. Никогда. Я скажу больше, онлайн будет качать оффлайн. Онлайн будет поддерживать онлайн. Оффлайн будет стимулировать онлайн. Оффлайн. Если бы я приехал надолго в Киев, я бы здесь сидел работать. Почему? 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 Когда все кругом работают, работается. Когда кто-то рядом не работает, капец, не работает. Это раз. Второе. Большой простор. Когда снимаешь офис, ты же сходишь с того, ну разумный расход стоимости, аренды и, ну как бы, это все равно инвестиция, ты вырабатываешь какой-то ресурс из этого. Когда ку-воркинг, то вопрос пространства не стоит. И поэтому здесь можно много воздуха. Скажи, пожалуйста, когда тебя в комментариях называют инфобизнесменом или инфо-цыганом, тебя это задевает или нет? Это происходит настолько редко, что... Достаточно часто. Как говорил Жванецкий, слушайте, когда вас нет, про вас такое говорят. Он говорит, слушайте, когда меня нет, они могут меня даже бить. Они могут комментировать как угодно. Слушай, это критически редко. Я должен сказать, что я в этом смысле обласкан судьбой и людьми. Ну бывает такое, знаешь, как правило, меня бьют те, кто меня не знает, кто не был, кто фамилию мою пишет с ошибкой, для которых нет разницы между вот этим и этим. Да знаю этих врачей, одна шайка-лейка, был я у одного. Или ромашкой, говорит, лечитесь. Да все эти врачи, знаете кто? Шарлатаны. Вот. А ты что? Это был доктор? Да, доктор. А с чего ты взял, что это был доктор? Ну он был в белом халате. Ты видел его диплом, медицинский институт? Нет, он написал у себя в чате, он написал у себя на сайте, что он врач. Понимаешь? Ну то есть это под одну гребенку, это известная вещь. А вот если ты оцениваешь своих коллег по сцене, да, то есть вот есть большие форумы, то есть там есть 10-30 спикеров и так далее. Ты их как для себя сегментируешь? Какие спикеры тебе интересны? Кого ты с удовольствием слушаешь, кого нет, кого ты не уважаешь? Мне не нужны фамилии, я имею в виду типы? Слушай, выход человека на сцену уже достоин уважения. Я выступаю за то, чтобы человек, имея чем поделиться, стремился выйти на сцену, даже в том случае, если он осознает, что навык у него не тянет пока. Человек выходит, и он пытается, хотя бы он старается. Не вызывает уважения, когда человек не старается. И я такое в своей практике видел. Причем, это были успешные предприниматели, которые выходя на сцену, он с сильным брендом, который он представлял. Он вышел практически совершенно в президент отеля, была такая конференция, человек вышел на сцену и сказал организаторам, сидящим в зале, сколько у меня времени? Гнида, ты чего не поинтересовался этим месяц назад, когда ты получил приглашение? Сколько у меня времени написано в каждом, на бедже с обратной стороны написан тайминг у спикеров? Ты сейчас об этом узнаешь? То есть 400 человек, сидящих в зале, понимают, сейчас перед ними будет выступать человек, который не готовил свое выступление. Он просто надеется, что здесь выступает такой сильный бренд, что сейчас все упадут на колени, станут молиться, что он вообще согласился выступить. Дальше он сказал, ну хорошо, тогда, когда мое время истечет, просто прервите меня. То есть у тебя нет какой-то конечной точки, которую ты хочешь донести, то есть ты просто будешь балаболить 40 минут, а потом тебя просто остановят, и остановишься в рандомном месте, просто в любом месте прервите. Дальше выгружается презентация, и он, ага, значит так, ну вот эти вот сайды мы пропускаем, значит так, вот это вам не надо, но это вообще, так сейчас это мы быстренько промотаем, потому что это вообще конфиденциально, это с одним клиентом связано. А, ну вот по это, пожалуй, поговорим. Ну вот, вы видите там, и такой вот слайд там с кучей текста, который вообще никак не связан, ни стилистически с конференцией, ни по контенту. И начинает, ну вот у нас богатый опыт там, и начинает выдавать успешные кейсы, и просто 40 минут грузит аудитории, еще больше накачивая типа, как ему кажется бренд. Вот смотрите, как у нас крутая компания, какие кейсы мы решали и так далее. Потом ему показывают табличку, там осталось 1 минута. Так, ну вот меня уже сгоняют со сцены, вот меня уже намекают, что у меня время истекло, все, спасибо за внимание. Просто ни на финальном слайде, ни на слайде с контактами, просто ну вот там чик-пык, выключает и на полусловие сваливает. Вот это, мне кажется, не то, что достойно, но достойно всяческого презрения. Это не профессионализм, это высокомерие по отношению к аудитории. Это все равно, что я такому человеку говорю, приди на свидание, поведи себя подобным образом. Приди на свидание, скажи, подожди, напомни, как тебя зовут? Да, сколько у нас, мы как с тобой договорились, сколько времени мы с тобой тусим? Так, а, ну хорошо. Так, ну значит, тогда я сейчас буду рандомное с тобой делать, а ты мне просто скажешь, ну мне пора, и мы на этом простимся. окей. Ты уедешь просто домой через 3 секунды после этого. Ты кофе не попьешь. Почему, как тебе кажется, на самом деле, все равно спикеров, если мы говорим о бизнесе, развитии, человек 50? Можно выделить там топ-10? Это ты поставил очень такую низкую планку 50. Я бы сказал, что 10 рож на весь рынок, которые постоянные ротации, намазолили глаза уже всему, блин, русскоязычному пространству, или как это назвать. Как голубой огонек, ты понимаешь? Я понимаю. Как 20 лет, 10 рож на одном, на каждом голубом огоньке, и просто, ну человек включает, и все, что он говорит, капец, одни эти, ну неужели в стране нет новых лиц? Где грибы? Где они? Где грибы? Почему нет новогодних? Грибы, все между нами тает, вся страна, дорожные рабочие, повара, врачи, все записали на эту штуку. Где грибы на новогоднем голубом огоньке? Почему Киркоров, Басков и вот эти вот люди? Хорошо, почему? Что почему? Одни и те же рожи? Да. Потому что любая ивент-компания сильно рискует, вступая на этот тонкий лед. Она хочет обеспечить себе нормальную реакцию на этот тренинг и повторные заказы на следующие. Она берет тех спикеров, которые не провалят, 101%. Эти люди выйдут на сцену, у них будет крепкая, подготовленная презентация, продуманный, продуманный интерактив, у них будет четкий тайминг. Они предсказуемы в своем профессионализме. Спикеры же говорят, все равно плюс-минус одно и то же. Есть несколько спикеров, есть несколько спикеров, которые, вот я сижу в зале, просто мы несколько раз сталкиваемся на одних и тех же форумах. И я понимаю, сейчас человек выйдет, скажет здравствуйте и дальше пойдет как бы спонтанно, но по одной и той же технологии и так далее. Неужели аудитория этого не понимает? Единожды написанная «Война и мир» или там Анна Каренина, слово в слово, она не меняется из года в год. Но я читал Анну Каренину ну раз в шесть в своей жизни. Я прочитал шесть разных текстов, потому что есть три текста. Есть текст, который написан, есть текст, который ты читаешь. И это не одно и то же. Ты почитай страницу «Поискажи». Да, я понимаю, да. И есть третий текст, который рождается от взаимодействия этих двух. Мне 14 лет я читаю в школе, мне 20 лет я читаю в университете, мне 24 года я читаю на море на отдыхе, проходит 2 года-года, я читаю в 42, я читаю другую историю, и те, кто кажется мне, о, молодца, чувак, кажется мне подонок, это же ты все спровоцировал, говорю я Каренину, это же ты толкнул ее в объятия греха и на железную... А мне казалось, что ах ты старый пердун, ты вот почему вот так вот, а теперь вот получай тебе ответку, да. Мне вдруг вся картина при привлечении личного опыта кажется другой. Спикер выходит на другом форуме с тем же самым текстом, положим слово в слово, ничего не меняя толком, но за это время ты привел какой-то опыт, и ты скажешь, ну полгода прошло, это не 20 лет прошло, полгода. Слушай, в бизнесе полгода, год за шесть идет. Я был на выступлении на корпоративном одном мероприятии, по-моему, эхо Москвы праздновал какую-то там годовщину или что-то еще, не помню, просто Виндиктово помню отразился. Машина Времени пела свои новые песни, немного разбавляя старыми, но толпа попросила поворот. И я видел, что просто весь состав группы синхронно блеванул. Просто люди, ну что, значит, мы заканчиваем свои поворот, поворот. И такие все музыканты, не сговариваясь. Ну морально, естественно. Они исполнили такое количество раз, что их выташнивает просто от одной мысли об этом повороте. Они ее через силу поют, через губы. Ну для тебя тренинг, лидер, харизма лидера, это не песня-поворот? Я сделал длинную паузу. Я понял, что, слушай, например, в Гитлеров, Наполеонов и Ломоносовых строить современный тренинг это как-то ну тухлячок такой, знаешь. Людям не откликается. Для них, ну я понимаю, мы учились в школе, нам все время эти портреты, знаешь, они для нас были некими символами успеха, там, достижений и прочих высоких. Сегодня, они не герои сегодняшнего дня. Можно в качестве какой-то, ну такой, чтобы позабавить аудиторию, дать в качестве но сегодня другие герои, другие лица, другие ориентиры. И поэтому, ну Наполеон, я тебе даже больше скажу, я думаю, половина зала, если спросить их, ну что вам известно о биографии, он француз, он корсиканец, мать вашу, какой он француз до тех времен, не было такого, да? Поэтому это не работает, нужны свежие, у меня, например, там, не знаю, Гарри Войнарчук. Стоп бомб, шеет! Сколько людей в аудитории знают, кто такой Гарри Войнарчук сейчас? Вот мне просто интересно. Ты знаешь, знают. Ну, 5%? 15%. Ну, больше, чем... Я спрашиваю, как его настоящая фамилия, откуда он родом, чем прославился? Да, его называют чувак из Бобруська, да. Почему у него такой вид, что за майка, почему такая майка? Ну, майка, чувак так ходит, ребята, это сцена, здесь не бывает случайностей, человек думает, что он надевает на сцену. Ну, вот, масса видосов, где он не думает, он так вот сидит с телефоном, и вот так вот, и не думает, как он выглядит, и что о нем думают люди. ребята, это первое, о чем надо думать. 60% его мозга занято тем, как сейчас его воспринимает многомиллионная аудитория, которая поздно... как он работает? Мне кажется, гениальная работа. Почему? В чем в гаривании? Ты понимаешь, какая штука, сейчас время фриков, сейчас продаются фрики. Человек, который может быть естественным в этой роли, в этом образе, вызывает уважение, потому что тут совмещаются его... Ну, товар совмещается с ожиданием рынка и с инструментами маркетинга, которые используются. Он самый редкий тип профессионального спикера в моей типологии. Это спикер-проповедник. Он проповедник. Он не лектор. Он выходит со спутанными волосами и с заспанным лицом, потому что он всю ночь не спал, переживая о том, какие мы дебилы и как мы все неправильно делаем. Спаситесь! Спасите ваши души! Зайдите в Инстаграм, поставьте нормальный тег. Этот человек проповедует, он умоляет нас не губить свою душу. И давай представим, что Ганн Ирвовичук на некоторых событиях он еще и не кинот-спикер. То есть он еще в обойме, а кинот над ним стоит какой-нибудь чувак, который стоит полмиллиона или миллион. Кто этот чувак? Кто тебя сейчас вдохновляет из спикеров? Ты говоришь, вау! Я восхищаюсь! Имена эти тебе, наверное, ни о чем не скажут. Это Рон Кауфман, например. Я не знаю, кто это. Это как-то суперизвязь. Просто он сюда не заезжал. Значит, его здесь не рекламировали, значит, его книг здесь не издавали. А у него некоторые книги number one в теме, например, бестселлер Амазона. Какая тема? Черт возьми, не помню. Ты знаешь, я был настолько потрясен услышанным, что я не услышал текста. Может такое быть? Хорошо. А чем поразило выступление? На сцене появляется огромного роста плечистый, мощный, излучающий магнетическую энергию человек в красном пиджаке. Вот такой фиг. Красный пиджак, красный галстук и какие-то зеленые штаны. Белая рубашка. Так, ладно, окей. Он появляется, он на сцену взлетает и у него так волосы так, вот знаешь, гриво так, хап, так вот так на сцену вскакивает и гриво так за ним с небольшим опозданием в полсекунды. Раз и накрыло его плечи. 40 минут он метался по сцене, он изображал что-то, он делал голосовые модуляции. Я был потрясен этой формой настолько, что я потерял содержание. И меня, значит, поразило, когда он однажды попятился назад на сцене, у него каблук оказался над краем сцены, но он не свалился. То есть он, очевидно, готовясь к выступлению, цеплячьим шагом мерил сцену, по ней ходил, чтобы чувствовать ее границы. Такая платформа, без ограничений, он чувствует границы сцены. Он с нее не валится, но он использует все пространство. У него такого, чтобы на два метра не дошел, как очень многие, топчется на двух квадратных метрах, имея простор всей сцены. Я такой потрясенный сидел, потом думаю, надо будет к нему подойти, просто сказать, что было классно, круто, мне понравилось, я знаю толк в этом деле. Он прошел, сел в конце зала и в первой же брейке я улучшил момент и подошел в то место, куда он ушел, чтобы его найти. Мне на встречу встал человек вот такого роста примерно. Плешивенький, такие вот волоски жиденькие, которые неравномерно пораспределены, с таким косоглазием, как астигматизм, с таким явным совершенно. И щуплый, какой-то архитичный даже, не очень гармонично сложенный. Я к нему подошел и так хотел говорить в глаза, чтобы поговорить, как с третиклассником должен был склониться и сказал, Рон, это было лучшее выступление, которое я когда-нибудь слышал. Он мне так, он совершенно, я увидел обессиленного человека, обесточенного, высосанного досуха, которым я сделал так. Он даже не сказал, thank you, lovely to see, to hear. Вот так, то есть человек просто выдал, человек отжался досуха за 40 минут. Как я это уважаю? У тебя выступление может быть 20 минут, 10, 5, а может быть день, но ты должен отжаться досуха к последним метрам дистанции. То есть не должно быть ресурса. Если у тебя остался ресурс еще на что-то, значит ты не отдался, ты не профи, профики отжимать. Ты бежишь 100 метровку или ты бежишь марафон. Какая разница? Ты на последнем метре должен упасть обессиленный. Все. Для личного успеха что еще важно? Профессиональный обходится без еще двух компонентов, а личный нет. Здоровье. Молодец. А вы, кто-то сказал слово больше, чем здоровье, более широкое. Энергия. Энергия. Я видал таких. Ходит здоровый, как конь. Плечи висят, нос опущен, как дела? Все сложно, отвечают. Энергии нет, приступы сонливости, ты ищет себя. Как ты ищешь себя лежа? Что-то у меня совсем нет сил. На что ты потратил их? На внутреннюю борьбу, говорит он. Энергия. Вопрос по поводу энергии. Я в одном из интервью недавно прослушал, узнал, что ты когда начинал выступать, у тебя были какие-то страшные проблемы со здоровьем, это чуть ли не с приступом продолжал читать. Я вообще не сильно этим делился, я по-моему на одном интервью, думая, что это уж точно не войдет в программу, как-то желая проиллюстрировать, упомянул, и это вдруг даже вышло в эти самые, в титр, там типа Радислав Гондопас об инсульте, хотя не об инсульте, папа умер от третьего инсульта, которые прошли подряд в течение года. Мне врачи сказали, у вас вероятность смерти от сердечного приступа равна 101%, потому что папа-мама, два генома 50 на 50, то есть 100%. Сколько лет тебе было? Первый приступ у меня прилетел лет в 30, до 40. Какой это год? Я был в 64-й городской клинической больнице, самый юный пациент ренимации за всю ее историю. В Одессе или в Москве? Один человек в 38 лет не попадал сердечным приступом и не запускали сердце с помощью электроразряда. Мне не удалось остановить за трое суток сердечный ритм никакой терапии, меня положили под утюги и шарахнули током, так что я подпрыгнул до потолка, и тогда сердце стало работать, что значит нормально, слабенько, но ритмично. Почему? Ну это нарушение сердечного ритма, скажешь, а, подумаешь, фигня какая. Угроза летального исхода абсолютно очень вероятна. Она просто нестабильный был ритм какой-то. Ну, нестабильно, то есть ритм, желудочки не наполняются должным образом кровью и не покидают. То есть кровь не выходит, скапливается там, начинает кровь, у нее есть такая практика, она начинает приходится сворачиваться. И у тебя, если представишь, в сердце болячка такая, формируется еще такая, не засохшая. Она потом сердце может ее случайно вытолкнуть, она встанет в сосуд. Ну хорошо, если это будет рука, тебе ее отнимут. Если это будет голова, голову нельзя отнять и поставить протез, правильно? Это будет инсульт, и до свидания. Ну или это будет, или она в сердце закупорит сосуд, кровь не будет поступать в сердце, это будет инфаркт. И что ты с этим сделал? Я пережил 15 реанимаций, 15 восстановлений сердечного ритма с помощью электроразряда. В какой-то момент я понял, что я живу просто на порховой бочке, которая рванет неизвестно когда. Мне говорят, есть три стимула. Алкогольная нагрузка, физическая нагрузка и стрессовая нагрузка. Все попытки выявить, а что вы делали вчера, что вы делали позавчера, что вы делали три дня назад, показалось, что системы нет. Я не пил никакого алкоголя месяцами, были сердечные приступы. Я старался не нервничать, не стрессовать и так далее. Физическая нагрузка тоже. Это еще могло произойти вообще спонтанно, без всякого стимула. Летишь на какое-то важное событие в самолете, и у тебя слетел ритм. Пульс 110, давление, шары вылезают, ты стоишь на сцене, и никто ничего не догадывается. А ты на таблетках, на каких-то заглотил все, что можно. Состояние Карл качает, сцену качает, а ты должен людям выдавать и контент, и эмоции и так далее. Потом в гримерочку ушел, сидишь такой, у меня помощник смотрит, говорит, что совсем может быть это самое. Я только один раз отменил выступление, меня увезли насильно в реанимобиле. Один раз выступление. За все 20 лет у меня было всего две отмены, и это было в обоих случаях реанимация. Когда был последний приступ? Я сделал 4 операции. 2 в Москве, 2 в Берлине. РЧА. Мне заходили в сердце, мне не пилили грудную клетку, слава богу, в этом сейчас нет необходимости. Заходят через катетер, через бедренную и клетичную артерию. Там соединяются инструменты и с помощью электричества, электричества, и там камеру вводят каким-то образом. Подо мной панель такая, я лежу на металлической панели, и они видят, что происходит. С четвертого раза помогло, мелкие нарушения были, пора сама восстановилась, все нормально. То есть могу сказать, что проблема устранена. Самое печальное, что общий наркоз нельзя сделать. При этой операции должно быть сознание. Ты понимаешь, что тебе в сердце, у тебя работает электросварщик в сердце, и он там жжет что-то, и у тебя горит сердце, ты чувствуешь, что у тебя горячо там внутри, это боль. Но ты должен быть в сознании, ты должен быть в контакте, ты должен быть хирург, постоянно, хирург-радиург, постоянно тебе задает вопросы, и так далее. И не просто так, нормально, он задает конкретные вопросы, он должен понимать, что ты адекватно отвечаешь, находишься в сознании. Там немножко седацию делают, присаживают тебя немножко, но тебя не могут обезболить, тебе постоянно подливают какой-то препарат, но ты в сознании в этой операции. Усыпить нельзя, это просто очень сильно опасно для своего хирурга, для исхода операции опасно. Слушай, ну это вообще, поэтому это твой опыт зверский, это не шутки совсем. Это вообще зверский, и при этом у тебя профессия спикер, то есть я понимаю, что это то, что называется там, вот ван-мен-шоу, да, вот это вот классический пример, да, когда ты, хе-хе-хей, ребята, четверо детей, и мы здесь, и мы супер успех, а сам ты думаешь, сейчас меня увезут на реанимобиле. Ты уже уехал, ты уже внутри уехал. Ты уже в машине, ну, то есть это не обман аудитории, как ты считаешь? Потому что они же думают, что ты... Ровно в той же степени, в какой актерская игра. Я понял. Лучший актер, ну, знаешь, есть два подхода, есть Чехов, а есть, да, Саниславский. Если ты не живешь в этом образе, если ты его просто умело исполняешь, то тогда, ну, лично для меня это умноженное на ноль все сразу. Ты живешь, то есть парадоксальным образом, ты на пике формы, и в то же время ты умираешь сейчас из сердечного приступа. Это происходит синхронно. Какой ужас. Ты целуешь и пылаешь страстью вот к этой девушке, но в то же время ты в бракоразводном процессе со своей Риал-женой, у тебя сейчас идет тяжба за там имущество, ребенка, сколько раз разрешено встречаться, и это все в параллельной реальности происходит. Ты целуешь, говоришь, я люблю, и ты реально ее любишь, ты жить без нее не можешь, вот перед этой, ну, героиней той, к которой ты признаешься любить, и в это же самое время синхронно ты там же на сцене находясь, фиксируешь то, что ты думаешь, так, ну, надо будет адвокату сказать, что он обязательно настоял на том, чтобы там было безлимитно, там приближаться, это параллельно происходит, запараллельные процессы. Ты на пике формы, и в то же время ты спал 4 часа, до этого 2 дня, ты летел, и так далее, и ты усталый, и вымоченный, высушенный, и несуществующий уже вообще человек. Два вопроса, риски и энергия, давай начнем с энергии. Сколько раз, сколько раз ты выступаешь в году сейчас? Я думал, сколько раз ты отжимаешься? 100 раз это стандартный, однодневных тренингов. Однодневных, неважно, это может быть 20-минутное выступление, может быть один день, моя практика показывает, существенной разницы нет по энергозатратам, 20 минут или день, существенной разницы. В течение дня, за 20 минут, ты просто выкачиваешь, потому что ты, ну, с радиоторией поймать просто не успеваешь, за один день происходит энергообмен, отдал, принял, днал, принял, и поэтому оно как-то, ты держишься в тонусе в течение дня. Я скажу больше, я, как правило, не ем во время выступления, мне, ну, это вот плотная пища из мира, вот этой вот, значит, материального мира, мой организм не чувствует какой-то потери, необходимости восполнить. Я фактически могу полноценно поесть только после того, как закончил, или поесть на следующий день. Просто нет необходимости. То есть энергетический тонус поддерживается не за счет калорий, которые потребляешь, за счет стимулов для нервной системы. Скажи мне, какие твои, я не очень люблю слова лайфхаки, находки, как поддерживать уровень энергии при экстремальной нагрузке, путешествиях, перелетах и вот этих вот вещах, и вообще, как планировать, организовывать свою жизнь, чтобы это все вообще тебя не убило? Человек привыкает к любому уровню нагрузки, если его не обманывать и не чередовать. Понимаешь, как в спорт. Если ты регулярно занимаешься спортом, у тебя организм такой понимает, ага, походу это фатально, начинайте адаптировать под эту нагрузку. Потом ты что-то засопливил, там что-то не здоровится, решил не перегружать сердце, не пошел на тренировку. Не пошел на эту тренировку, пропустил следующую, потом у тебя неделю ты куда-то уезжал, было не до этого, и организм такой, о, так это не фатально, бам, и сразу тебе скинул, ты потом возвращаешься к тренировкам, и тебе нужно опять нарабатывать эту штуку. Поэтому в моей профессии очень важно не давать себе длинных гэпов, таких длинных промежутков без работы, потому что тогда создаются иллюзии, что а, так все, мы закончили, можно расслабиться. То есть тебе проще держать ритм в течение всего года, как на длинной дистанции, а ты бежишь, если ты остановишься пописать, потом тебе труднее войти в ритм марафонского бега. Если ты пописываешь в трусике, ты сохранишь дистанцию, но тебе, правда, будет немного неприятно. То есть марафон. Это раз. Второе, если есть возможность, вот повторю я, неделя, уже вторая неделя пошла, как меня нет дома, я буду лечиться наложением детей. Это очень древний и очень хорошо зарекомендовавший себя способ. Работает следующим образом. Ты заходишь в дом, ложишься на ковер и лежишь неподвижно, чтобы не испугнуть живых существ. Дети, рано или поздно, найдя папу, начнут по нему всяко ползать, обниматься, что-то чирикать, ссориться, заталкиваться под мышку, значит, кто глубже. Ну, где-то минут 15-20 и у тебя такой суперчардж, батареечка, набирает очень сильно. Ну, я уж не говорю надлажением жены, это просто... Просто не всегда на ковре это возможно сделать в центре дома. У тебя нет страха того, что что-то случится, позитивное, негативное, неважно, и ты не сможешь выступать? У меня случалось. Я работал с кровью в горле, у меня порвалась ткань гортани во время огня, от голосовых нагрузок. Было, видимо, пересохшее горло, что-то после перелета в пересушенный воздух, и я не разогрелся перед выходом не поделал гимнастику, никакую, мышцы были гладкие в расслабленном состоянии, точнее, нот. И я дал голосовую нагрузку, и где-то у меня там треснула ткань немножко. Поскольку там продолжалась работа, она расширялась, расширялась, график у меня был плотный, я выступал, выступал, понимаешь, начинаю подхрипывать, что какие-то звуки непонятные, и потом стало прям... И я стал говорить вот так, я выступаю со сцены. Игорь Деслав говорит, понятно ни хрена ты, может как нормально, ребята, что со звуком, что с микрофоном. А я вот так. При этом мне больно, при этом у меня слезы, наводачиваются на водах, потому что больно, я понял, что уже все, труба, и я с мероприятия поехал, я нашел клинику, которая работала в вечернее время, я захил к лору, она взглянула в рот и говорит, бегу на операцию. Я говорю, в смысле у меня было послезавтра запланировано важнейшее. Она говорит, у вас кровь в городе, чтобы было вам понятно. У вас в городе стоит кровь, у вас живая рана, которую вы раздираете дальше и дальше. Я просто, я могу, может быть, я сейчас сказал про ткань, возможно, там какие-то есть нюансы, которые я не знаю, но в сути было достаточно. Она говорит, просто вы разорвете эту штуку до конца, и голоса не будет просто никогда в жизни. И это никто не сошьет вам потом. Голоса не будет навсегда. Если для вас это важно, то на операцию. Куда? Мне дают председатель общества фониаторов России, Иванченко. Я приехал к нему на стол. Пам! И мне делают операцию на горло. Так что мне это знакомо. У тебя есть план Б, что будет, если ты не сможешь работать на сцене? Нет. Моя семья сядет на папер через неделю. Они очень могут жалобные делать лица. Я знаю, мои дети. Они сядут. У них даже есть старая одежда. На всякий случай хранится дома. Мы не отдаем ее в детские дома. Чтобы можно было в случае, если папа по каким-то причинам покинет этот мир, лишится голоса и так далее, они тут же построятся, и они будут хорошие снимать кэш, я считаю, ежедневно. Они не пропадут. Но если говорить серьезно, то это, конечно, угроза. Есть у многих людей, кто в профессии, требующих какого-то особого состояния физического. Один фактор убери и все. Сломал ножку я. Пусть голос у меня есть, но я сидящий в кресле и вещающий, это не я вообще. Я с ножкой сломанной не могу. Поэтому я берегусь. Я еду на горнолыжный курорт, я надеваю ортезы на обе ноги, для того, чтобы коленные суставы не вылетели, не порвать мениск и так далее. Я не избегаю катания, я катаюсь, но я думаю головой, что за мной ответственность за несколько тысяч людей в ближайшее время и за моих детей. Я когда смотрел одно из твоих последних выступлений, там было в рамках объявления такое основатель 16 компаний. Что это за 16 компаний? Где они? В своей жизни я основал больше 20 юридических лиц и приехал сюда. Мне сегодня 8 утра была сделка с нотариусом и я продал бизнес сегодня в Киеве. Какой? Диагностический центр. Диагностический? Тут был диагностический центр? На Девом берегу, да, стоял. Еще сегодня 8 утра он был мой. Понятно. Какие-то вещи ты делаешь в такие инвестиции базовые или особо все-таки больше веришь? Мне надо инвестиционную стратегию пересматривать. У меня несколько структура доходов изменилась, структура расходов изменилась. У меня всегда есть пассивный доход в виде каких-то, основан несущей конструкции моего бюджета, что в сущности наверное неправильно. В этом году у меня вышла книга «Достаток. Как управлять деньгами, чтобы они не управляли тобой». Эту книгу я писал с бывшим брокером Уолл-стрит, который сегодня занимается управлением семейным капиталом. У него такая идеология и он мне промыл мозги и он говорит «Чувак, ну ты просто ты ходишь по канату без страховки». Ну вот у меня такое ощущение. Ты зарабатываешь лучшие деньги на этом рынке. То есть сколько сейчас один день стоит? Минимальная планка, вот минимальное просто появление это где-то по 15 евро. Просто вот вышел и зашелся. Вышел, поклонился и ушел сразу. Ну или там неважно что-то произнес. Это нижняя планка, ниже нет. Скидок нет, бесплатно Радислав не выступает. Это позиция политика моего офиса. Они берегут мое здоровье, во-первых, и говорят «На рынке должна быть справедливость. Если ты можешь то же самое делать бесплатно, значит это не стоит нисколько. Поэтому мы обманываем людей, когда берем за это деньги. Поэтому ты не выступаешь бесплатно». Насколько тебе хватит по твоим расчетам? Сколько ты еще планируешь? Я планирую умереть на сцене или по дороге на нее или с нее. Я не планирую. То есть сколько? Завершение моей жизни и карьеры должны произойти синхронно в моем представлении. Круто. Слушай, но я надеюсь, что это будет очень не скоро и в общем-то еще многие, многие, многие люди и я в том числе смогу насладиться впечатлением. Я ни разу не был у тебя на живом выступлении. Да ладно. Клинусь тебе. Меня пригласили на оба выступления. А у меня был совет директоров. Точно. Я пригласил тебя. Мне, мои партнеры Веда сказали, что физически нет. В следующий раз welcome. Круто. Меня зовут Радислав Гриндопас. Криятелева. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова